Ребят, всем привет и хочу представить вам абсолютную новинку от компании Xiaomi, а вернее от ее подразделения Redmi. Это роутер, новый роутер AS или AC2100. Вот так он выглядит, если мы привыкли выглядеть к коробке из-под Xiaomi, что у нас белые, то это у нас уже конкретно Redmi AC. Внутри у нас 880 МГц ПУ, в общем 6 антеночек, 5 dBi, гигабитный порт, поддержка чего-то непонятного, гейм, игровых, но коробка выглядит вот так. Все на китайском языке пока. Xiaomi уже не знаю почему не заморачивается, но в общем с названиями они точно не парятся, потому что уже есть AC2100, это такой бочоночек, это именно сионичная вещь. А это у нас уже Redmi Sky, упаковали достаточно неплохо, гигабитный у нас Ethernet кабелечек присутствует, блок питания с китайской вилкой, 12 вольт и 1,5 ампера. В принципе это вот с таким вот штекером и сам соответственно роутер. А, вот еще небольшая инструкция как это все подключать, но она нам не зайдет, потому что все на китайском языке. Внутри нашего паучка находится двухъядерный чип MT7621A, он четырехпотоковый, 880 МГц, как я и говорил. Вот так вот у нас антенки эти все, можно расправить вот под любым, вот таким вот, достаточно большой роутер, если мы берем даже, не знаю, 4, 4 или 3G, то он будет побольше. За Wi-Fi у нас отвечает две антенны на 2,4 ГГц, не знаю, вот этим скорее всего. А за 5 ГГц под сеть у нас отвечает диапазон, вернее, отвечает 4 антенны. Кроме этого у каждого диапазона свой отдельный идет чип. Чип Mediatek MT7615 это на 4 ГГц и Mediatek MT7603 это уже на 2,4 ГГц. Так, в задней части у нас кнопочка сброса, питание, 4 ГБ порта и вот этот помещен у нас как интернет. То есть сюда мы подключаем кабель от нашего провайдера, щелк, а сюда уже 3 остается для подключения наших устройств. В принципе, хорошо, что их хотя бы 3, но могли бы сделать отдельно Ethernet, но решили так не делать. В нижней части видео все в сеточку для лучшего теплоотвода. В верхней части у нас присутствует 2 светодиода, систем и интернет. Все на английском языке, на мордочке ничего нет, достаточно крупный, как я и сказал, роутер. Разобрать его несложно, выкручиваем 2 винтика и здесь же, видите, присутствуют такие специальные уши для крепления этого роутера на стене. Потом с помощью карты поддеваем и снимаем крышку. По поводу антенн я, ребят, ошибся, не знал. Вот это вот 5 ГГц, 5 ГГц, вот эти тоже по 5 ГГц, а вот эти боковые, вот эти вот, 2 и 4, то есть 5, 5, 5, 5, 5, 2 и 4, 2 и 4 ГГц. Это все вот здесь указано в их подключении. Вот 5G, 1, 5G, ну, 2, 3, 4 и здесь 2, 1. Нераспаянное место присутствует. Здесь тоже что-то, ну, продолжаем скрывать. Вот эта металлическая часть, огромный радиатор охлаждения. И везде у нас присутствуют термонаклеечки. Здесь вот она, к сожалению, оторвалась. Даже не знаю, сейчас прочитаю, что это. Флюс, ну, в принципе, нормально сделали. Вот Wi-Fi чип на 5 ГГц, Mediatek MT7615M. ESMT-F59L1G81MB. Это у нас флэш-память 128 МБ. Аккуратно вскрывая, тоже здесь присутствует термонаклеечка. Планочка оперативной памяти ESMT-M15F1G1664A. Извините, дальше вообще ничего, непонятно, какие у нее цифры. Ну, это DDR3 память 128 МБ. И рядом же здесь расположился наш чип Mediatek 7621A MIPS. Двухъядерный, 880 МГц, 4 потока. Потом вот этот маленький, это у нас процессор, который отвечает за 2,4 ГГц Wi-Fi-сеть. МТ7603, 2Т2Р. Ну, в принципе, больше, ребят, смотреть тут особо и нечего. Потребление в районе 4 Вт мощность. То есть, те, кто выключает роутер на ночь, ну, сами посудите, сколько киловатт за год он у вас съест. Ну, то есть, очень-очень мало. 4,7. Тут, к сожалению, нет USB, поэтому особо нагрузка здесь и не должна увеличиваться. То есть, соответственно, если мы подключили что-то USB-овое, то, возможно, бы она росла. Ну, 4, максимум, 4,7 было зафиксировано. Система загрузилась, горит такой слабенький-слабенький голубенький огонек. Интернета, соответственно, пока нет. После включения у нас сразу же отображаются наши две Wi-Fi-сети. Они открытые, доступные. И вот Redmi Mi и 5G, тоже Mi. Можем подключиться с помощью смартфона, благодаря приложению Mi Wi-Fi, либо же сделать это с помощью компьютера. Я предлагаю сделать это с помощью компа. Для управления всеми маршрутизаторами от Xiaomi используем такой плагин в хроме ru-mi-wi-fi-pedantuk.com. Его скачало почти 50 человек, тысяч. Спасибо этому человеку. Он нам, в принципе, все делает русификацию. В настройках у нас тоже отобразилась Redmi, наша открытая Wi-Fi-сеть. Подключаемся к ней. После этого нас перекидывает по вот такому-то адресу, где мы должны нажать синюю вот эту внизу кнопочку, что мы соглашаемся со всеми условиями. В следующем окне мы обзываем нашу точку доступа и, соответственно, даем ей какой-то пароль. Этот же пароль будет, скорее всего, использоваться для входа в систему админской части. Это все можно сделать даже без интернета. То есть банально подключаемся, настраиваем, потом уже переходим в настройки. Итак, я ввел вот 1,2,3,4,5,6,7,8 пароль. Как мы видим, Wi-Fi 2,4 такой же пароль, 5 ГГц такой же пароль. И вот здесь вот внизу 3,1,1 это локальный адрес для подключения нашей административной локальной адресы. Пароль тоже будет 1,2,3,4,5,6,7,8. Не забываем переподключиться, потому что теперь мы уже должны использовать пароль. Благодаря плагину мы все видим на русском языке. Если бы его не было, мы бы все видели на китайском. Я, соответственно, буду вам показывать на русском. В принципе, ну ничего тут особо сложного, непонятного нет. Вот сразу мы видим 2,4,5 ГГц. Канал вверху у нас зеленый. То есть мы к маршрутизатору имеем подключенное одно устройство. И сеть интернет у нас точно так же доступна. Мы можем здесь сразу же посмотреть, либо же изменить пароль для нашей Wi-Fi 2,4 и для пятерки. Я рекомендую это сразу же сделать, не оставлять. Тоже самая модель, версия прошивки 1,0,11, МАК-адры, серийный номер. Redmi дома, обновление, клиент, перезагрузка, выход. Давайте начнем с обновления. Моя прошивка актуальная, не требует никаких обновлений, поэтому можем загрузить журнал. Можем быстрое восстановление, создать копию и точно так же восстановиться. Из резервной копии, изменить часовой пояс и изменить время. Изменить часовой пояс я конечно рекомендую, время оно должно подхватить автоматически из сети. Измерим скорость, просто нажимаем на интернет. Ну и вот начальная скорость. Идет определение. Ну на самом деле оно идет на китайские сервера, и они всегда соответствуют действительности. У меня выдало такие параметры, в сравнении с другими роутерами ничего по сути не поменялось. Режим двойной Wi-Fi, он объединит 2.4 и 5G под одним именем, и соответственно будет у вас переключаться автоматически. Ну и я не рекомендую этого делать. Почему? Потому что она подключивает, если честно. Я что-то решил даже остановиться, вот что у каждого роутера должно быть свое уникальное имя, то есть SSID. Иначе потом просто ты со второго этажа спустился на первый, а как бы при connection ко второму скорость уже не та. Так, здесь мы точно так же можем для каждой подсети, можем ее включать, выключать. 2.4 ГГц, вот режим работы 5 ГГц, Wi-Fi. Задать свой пароль, задать радиоканал. Кстати, рекомендую поизменять радиоканал, если у вас загруженность. И здесь Mimo Bomb Forming. Видите, что тут даже вообще ничего не понятно, даже не смог перевести плагин. По умолчанию включено, мы не будем трогать, пусть будет включено. Основная вкладка это интернет. Сейчас у нас интернет выдался по DSCP, но бывает, что нужно указать либо статический IP-адрес, либо же мы должны указать по PUE, то есть VPN-соединение. Здесь мы указываем аккаунт, пароль, настраиваем МТУ, какой-то служебный еще, видно адрес DNS1 и DNS2, ну либо же указываем автоматически. Если мы укажем здесь статический IP-адрес, то мы точно так же вводим свой IP-адрес, маску под сети, наш шлюз, DNS, DNS2. Все это вам должен выдать провайдер. Скорость вам порта, то есть это порта, который у нас смотрит в интернет, так сказать, который выдает нам провайдер, 1000, либо 100. Клонируем Mac, можем склонировать, если у вас провайдер строго привязывает, можем изменить текущий Mac, клонировать, вернее, существующий, который с моего ноутбука, либо же указать какой-то свой, чтобы не звонить провайдеру и не... Ну, банально быстро это все сделать без участия темных сил. И мы тут же можем перевести между режимом маршрутизатора и повторителя. То есть сейчас это у нас банально режим маршрутизатора, то есть у нас пришел интернет провайдера и наш маршрутизатор его раздает. Беспроводной репитер, это мы уже подключаемся к существующему маршрутизатору и как бы усиливаем сигнал Wi-Fi. И проводное, это, наверное, самое лучшее решение, если у вас два и более маршрутизаторов, мы проводочком подключились к основному и усиливаем сигнал Wi-Fi. В принципе, что сейчас у меня и настроено. Синхронная конференция, безусловно, с ним по интеллектуальному шлюзу. Ребят, вам выключено, не знаю, IPv6 точно так же выключено, я не рекомендую трогать то, что выключено. На вкладке «Безопасность» мы можем режим контроля черный или белый список, то есть белый список – это только те MAC-адреса, которые смогут подключиться. Черный список мы можем добавить те MAC-адреса, которые никогда не смогут подключиться к нашей Wi-Fi-сети. Изменить пароль панели управления, то есть, чтобы он отличался от нашей Wi-Fi, тоже рекомендую. Фоновый контроль доступа, ну, не надо его, наверное, трогать. Тут все просто. Мы банально можем изменить параметры нашего DHCP-сервера, то есть, та штуковина, которая выдает нашим компьютерам и планшетам, и телефонам в нашей локальности соответствующие внутренние IP-адреса. Здесь же можем изменить 31.1 на, допустим, там, более привычный 1. И, соответственно, здесь тоже поменяется 1, будет 1. Начальный, конечный, какая сессия. Ну, можно, в принципе, даже сюда не лезть и не трогать это. На вкладке «Состояние» будет все то же самое, что мы видели во вкладке «Обновление». То есть, обновление, журнал, восстановление. На вкладке «Дополнительно» у нас «Кьюос» — это максимальная и минимальная скорость. То есть, мы можем шейпер скорости установить, с какой мы хотим, допустим, на загрузку и на отдачу, чтобы ни одно устройство не смогло, грубо говоря, занять весь канал передачи данных. По умолчанию я вообще сюда точно лезть не думаю, что вам надо. Умное распределение. Я бы оставил все как есть. На вкладке «DHCP-IP присвоения» мы можем какому-то нашему устройству навсегда, грубо говоря, пока вы не измените, обозначить, призначить необходимый IP-адрес. То есть, допустим, у меня адрес 26-й, я хочу, чтобы это был, допустим, 2-й. Ну и, соответственно, это все идет по MAC-адресу, мы можем добавить еще. Все эти устройства сразу будут видны. Это удобно, когда у вас, допустим, есть какие-то камеры, регистраторы, либо устройства, которые не должны меняться IP-адреса, чтобы вы могли принтера. И вот это вот здесь уже надо подобавлять. То есть, мы привязываем. Вот раз. У меня мой компьютер получил статический IP-адрес. Ну, как статический. Закрепленный за ним адрес 31.2. Еще одна, не совсем первая необходимость, но иногда очень полезная штуковина – ДДНС. То есть, это если у вас не статический, а всегда изменяющийся IP-адрес, вы можете зарегистрироваться на каком-то службе, ну, допустим, вот array.com провайдер, ввести имя, пароль, имя хоста, проверка, обновление. Это надо перейти на array.com, там зарегистрироваться, и, соответственно, вам выдадут какое-то имя, типа там 123456.array.com. И вы всегда сможете попадать по этому адресу, там имени на свой маршрутизатор, вне зависимости от того, какой у вас IP выдал вам провайдер. То же самое перенаправление портов. Не всегда нужная, но иногда полезная штуковина, когда вы, допустим, дома подняли у себя локальный какой-то веб-сервер, и вы можете добавить правила. Имя сети, внешние порты, внутренние порты, то есть проброс на какой-то внутренний порт. Откровенно, я никогда для домашней сети пока этим не заморачивался. То есть, это уже более углубленный. VPN, кстати, если вы используете VPN, вам надо в ППУЕ указать одно, и в VPN точно так же указать то же самое иногда. Поэтому вот здесь мы добавляем службу. Протокол 2TP, либо PPTP. Имя сети, сервер, имя пароль. Это Билайн, насколько я помню, страдает такой фигней. Либо смарт-впн для обхода различных блокировок. Это, скорее всего, для китайцев более актуально, потому что у них, вы знаете, достаточно много ресурсов закрыто. VPN для ми тоже самое, что мы можем подключить. Ну, бездумно трогать не буду. То есть, надо все экспериментировать, потому что оно банально может подключаться к китайским VPN-серверам, и, кстати, скорость интернета будет дико мелкая. Вот смарт-впн, мы можем ввести какой-то адрес, допустим, ну, гугл.ком. И он уже будет у нас идти, соответственно, через полностью китайский какой-то VPN. Но так как мы не добавили этот VPN, то, соответственно, работать оно тоже не будет. А можем указать отдельное устройство. Вот, мак-адрес, устройство добавить по мак-адресу, и выбираем наше устройство. Ну, ребята, это, наверное, уже лишнее, я бы так сказал. VPNP, режим перенаправления портов, автоматический, так сказать. Ну, меня, по крайней мере, ни разу даже не заходил, не настраивал. Все, по сути, настройки закончились. Тут ничего вообще сложного нет. Один раз настроил, ну, по сути, и забыл. Единственное, какой можно будет заходить добавлять, это добавлять статические IP-адреса, внутренние, локальные, к привязке мака, если надо. После подключения интернета нормального, после нормальной загрузки системы, вот индикаторы, на взгляд, нежно-голубым цветом. Их практически даже ночью, ну, не знаю, практически не видно. Если думал, вдруг нету ноутбука, компьютера, можно использовать мобильный телефон. Устанавливаем Mi Wi-Fi приложение, входим, регистрируемся. Вы должны быть уже подключены к этой Wi-Fi точке. Добавляем роутер. Вот, найден роутер Redmi AC21, привязываем его. И вводим пароль административный, то есть то, что мы изначально бы задали, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тот, что я задавал его. И подтвердим привязку. Если вы задавали другой, соответственно, пароль будет у вас тоже другой. Сразу на главном экране видим, сколько у нас устройств подключено. Из них телефоны, смарт-хом, ну, вот телефон, мой Redmi Note. Смотрим его в черный список, скорость, защита доступа от детей в интернет. Это, кстати, важно, если у вас есть ребенок. Спорим сигнал какой, трафик, сколько прогнался, отдача, загрузка, контроль доступа. То есть представим, что телефон, смартфон ребенка, мы можем защитить доступ от детей в интернет. Здесь вообще класс. Сразу мы можем включить упоминание, что ребенок онлайн или офлайн, то есть пришел со школы, там, ушел в школу. Защита безопасности, Брэнд Мауэр, с различных целях. Таймер времени. Ежедневно детские устройства. Просмотр общего доступа. И вот таймер отключения. Это вот все. Начало 22, завершение 6. То есть ребенок не сможет в это время банально пользоваться Wi-Fi. Контроль доступа. Черный список сайтов, белый список сайтов. Ежедневно детские устройства. К сожалению, недоступна эта ссылка почему-то. Ну, ладно. Так. Брэнд Мауэр. Благировка в загрузках файлов антивирусной сетевой. То есть, в принципе, тут уже тоже достаточно много. Всяких фишек. Но основное, мне кажется, это все-таки черный список и таймер отключения. Мне так кажется. Это самое такое важное. Ну, и в то же время мы можем для каждого устройства резать, так сказать, скорость шейпить. То есть, нужно включить в плагинах. Можем установить здесь какую-то ему ограниченную. Ну, мне кажется, это уже перебор. Все-таки будет просто банально дольше сидеть, ждать, пока оно скачается. Смарт-хом. Вот мой ноутбук. Ничего он не принимает, не передает. 53 минуты назад подключился. И тут мы тоже самое можем. Запрет сети. Контроль доступа и прочее. То есть, перевести его. Или вообще добавить черный список, если жена там, допустим, сидит в инстаграмчике, смотрит каких-то там не очень девочек, которые там любят рассказывать всякую фигню. Мы ее черный список. Все, спай давай. Относительно переходим в плагины. Настройки роутера. Здесь, в принципе, все то же самое, что мы можем сделать с помощью нашего компьютера, с помощью интернет-браузера. Бэкап конфигурации, оборудование, написать отзыв, выйти уведомления. Ну, ничего тут такого даже показывать. Настройки Wi-Fi. Соответственно, настройки 2.4, пятерочка. Сигнал через стену. Сигнал через стену. Это мощность, насколько я понимаю. Через стену. Энерго-бережение стандартное. Рекомендую через стену. Гостевой Wi-Fi. Честно, чего-то не нашел я здесь, где создать. Обновления нет. У меня на этот роутер. Антивзлом. Тут уровень безопасности. То есть, сколько будет попыток пароля, прежде чем подбора пароля, прежде чем устройство, внесет его в черный список. Оптимизация Wi-Fi. Ну, сейчас это такая, наверное, все посмотрим, что нам на оптимизируется. Устройство написало, что текущее состояние самое оптимальное, ничего не надо оптимизировать. Ну и хорошо. Таймер Wi-Fi. То есть, отключение Wi-Fi по времени. То есть, если вы переживаете свое здоровье, не купили шапочку из фольги, то можно, конечно, отключать или включать Wi-Fi по времени. В принципе, с другой стороны, это еще удобно, если вы просто делаете открытую Wi-Fi сеть в своем магазине, который работает с 9 до 6 вечера. Ну и все, после этого вам не надо Wi-Fi, чтобы кто-то левой ночью там шарился. То есть, это тоже, в принципе, достаточно удобно. Таймер перезагрузки можем восстанавливать, когда мы будем перезагружать роутер. Не знаю, зачем это надо, но гостевой Wi-Fi. Вот, вот это я искал. Здесь мы можем сделать реально какой-то простой гостевой Wi-Fi, но тоже не рекомендую, потому что кто-то будет что-то взламывать, а потом проблема будет у вас. Переключатель индикатор панели. А, это мы включаем, либо выключаем панель индикаторов. Посмотрите, после этого просто банально наши индикаторы выключились. Эти настройки нельзя сделать с помощью веб-морды только с помощью мобильного приложения. То есть, если у вас, грубо говоря, это светодиод раздражает, это светит в глаз, можно с помощью приложения это выключить. Связанные продукты, даже не знаю, не открывается у меня эта ссылка, но нету связанных продуктов. Скорость это мы можем здесь ограничивать, либо для всех, либо для определенных устройств какой-то лимит ставить. Тест скорости, спид тест, диагностика неполадок, это если вдруг какие-то проблемы, это лог, банально будет высвечиваться. Маршрутизация за неделю, здесь будут все топ-сайты, правка файла hosts какого-то на уровне роутера и вот это даже не знаю что, потому что все написано на китайском. То есть, в принципе, действительно, вот это вот Mi Wi-Fi при наличии вашего роутера Redmi Xiaomi, она открывает намного больше функций, если у вас здесь есть ребенок и ему необходимо ограничивать пользование в сети интернет. Если у вас, твоего ребенка, грубо говоря, нет, либо он уже взрослый, ну просто там можно даже не устануть а пользоваться роутером банально из коробки. Относительно дальности приема, ребят, действительно, это роутер, который на голову, наверное, сейчас превосходит то, что у меня есть. А конкретно Xiaomi Mi Mini, который я считал достаточно неплохим, и Xiaomi 3G, который считал действительно вообще топ. Вот здесь я нахожусь примерно в 120 метрах от дома, и он все добивает, но правда это 2,4 ГГц, видите, тут до него под... ну, 175, но на самом деле не 175, я же даже не знаю вот эти точки, я их не ловлю, которые рядом со мной, и Asus, и Home Wi-Fi, но вот Redmi AS на 2,4 ГГц вот так вот ловит. Это я тоже гулял возле дома, это все на улице сделано, вот как видите, не бусинка, не бусинка 2 ничего не ловит, а Redmi ловит. Вот здесь уже появилась бусинка 2, вернее, на втором этаже, хотя он находится там, где бусинка 1. Бусинка 2, напомню, это Mi Mini роутер, бусинка просто это 3G, Xiaomi 3G. И, как вы видите, 5 ГГц, 2,4 на первом этаже, ой, вернее, 5 ГГц на первом этаже не нашел. По поводу Wi-Fi, у меня от канала 100 Мбит, мне пришлось идти в гости, и я вот это вот замерил, 2,4 ГГц, мой смартфон вывал 53,46, а вот такие результаты я получил на скорости 5 ГГц, 263, 289, и тут тоже самое, немножко есть упор, что здесь не больше 300 Мбит тариф, поэтому, возможно, где-то и больше прыгнет, потому что я делал 326, это максимально, что мне получилось, удалось получить, но в цене до 300, это, в принципе, на 5 ГГц, это, ну не знаю, это офигенный результат. Все роторы находятся, грубо говоря, в одной комнате, как видим, по силе сигнала, Redmi 2,4 ГГц, ось оно выигрывает у 3G и Mi Mini, в 5 ГГц он выигрывает, ну, на минимум, на 15 пунктов. Я вышел на улицу, на первом этаже у меня находится 3G, который вообще не ловил, Redmi тоже на первом этаже, бусинка уже 2 на втором этаже, соответственно, 3G не ловит, а вот 5 ГГц все равно на улицу добивает. Живой пример, бусинка, это роутер Xiaomi 3G, 3G, то есть который я считал наилучшим сейчас, на данный момент, подключаю 2,4, и видите, скорость, ну, доходит до 52, падает 42, действительно, тут не очень была стабильная 2,4, пятерочка тоже иногда затухает, потому что три стенки присутствуют, ну, вот 49, бусинка 5G, это тоже роутер у нас Xiaomi 3G, видите, силы сигнала у него меньше, чем у Redmi, хотя стоят они на одной полке, подключаемся. Скорость, ну, 56,7, то есть это 5 ГГц, роутер Xiaomi 3G, который, действительно, я считал, пока и есть, ну, мне он нравился, и по скорости, и по пробитию был, по крайней мере, лучшим. 57,18, подключаемся к нашему Redmi, 2,4, ну, 2,4 уже 65, 63, у меня канал просто стоит, плюс сейчас немножко там наверху телевизор смотрит, ну, уже выше, чем было у Xiaomi 3G, это 2,4 ГГц, 5 ГГц, я же говорю, сила сигнала выше, хотя находятся вместе, проверим. Ну, все, достаточно неплохие результаты, даже по сравнению с 2,4, вот видите, с 72, 2,4 вообще, очень, ну, не в несколько раз, но лучше, тут мы видим тоже, в принципе, результат лучше, вот вам живой пример. Так что, ребята, в целом, я считаю, что вот этот роутер, хоть он и Redmi, хотя говорят, что Redmi, это как бы немножко не Xiaomi, это как бы ниже класса, но я считаю, что сейчас этот роутер действительно у меня заменит реально роутер 3G, он станет основным, почему, потому что, во-первых, добивание я такого не видел, серьезно, чтобы добивало там, где я с собакой гуляю, я смотрю, у меня Wi-Fi подключен, хотя, думаю, ничего себе, это очень далеко, во-первых, во-вторых, очень и очень неплохая скорость, благодаря, действительно, вот этим направленным антеннам 5 ГГц, мы все-таки переходим в 5 ГГц формат, даже тот же телевизор вы видели на фоне того, что они находятся вместе, стояли, сила сигнала у него была максимальная, у 3G уже была меньше. Единственные плюсы еще дополнительные, что мы можем блокировать с смартфона контент для детей, если у вас есть, это тоже большущий плюс, ну и минус то, что, в принципе, я привык к тому, что прошивки у меня OpenVRT, DDVRT, Asus, вот в основном на Asus, да, вы видели эти все видео, которые я прошивал, я надеюсь, что на Redmi тоже выйдет прошивка от Asus, я ее таки сделаю, но, ребят, сейчас этот роутер становится у меня основным роутером, вместо Mi Mi, вот он на втором этаже, он занимает, это я специально его забрал, чтобы можно было прикрепить, занимает место на складе, вместо него будет 3G, а основной будет, конечно же, вот этот Redmi, действительно, я не ожидал, но он превзошел мои ожидания, как по скорости, так и по качеству, дальности и прочим. То есть, действительно, роутер неплохой, настройки, правда, единственное, что все на китайском языке, но раз сделал и забыл. Будем пробовать, ждите видео, не знаю, очень надеюсь, что на него выпустят прошивку Asus от Podolano, и тогда я его перепрошью и покажу, как это все сделать. А пока, ребят, за свои деньги, очень рекомендую его покупки, в принципе, все вы сами видели скриншоты, и 320 с чем-то скорость на 5 ГГц, это его не предел, так сказать. Так что, друзья, ставьте лайки, не забывайте задавать свои вопросы, не забывайте про табличку с товарами Xiaomi, куда я постараюсь точно так же добавить от Redmi, будем развивать, интересная штуковина. Ну и про телеграм-канал тоже не забывайте, там скидки, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok